МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, дорогие земляки! Уютные выходные остались позади, и мы встречаем новую рабочую неделю. Пора доставать ежедневник и заполнять его новыми целями для завоевания этого мира. И вот что точно, по мнению студии 11, обязательно должно быть в списке. Носить одежду ярко-зеленого цвета. Именно он сейчас находится на пике популярности в модном мире. Сочный цвет в зимнюю погоду и вам настроение поднимет, и у окружающих улыбку вызовет. Но что еще больше порадует вас в ближайшее время, так это наши сюжеты о главных темах первой части программы. Узнаем из анонса. Они творят искусство. В Национальной галерее Коми чествуют участников Союза художников России. Универсальная вакцина. Подробнее о прививке, которая одинаково хороша против разных штаммов коронавируса. Муми-троллем 75. Какой спектакль в честь любимых персонажей поставили гимназисты Сыктывкара? В Национальной галерее Республики чествовали живописцев, скульпторов, графиков Коми-регионального отделения Союза художников России, которому исполнилось 80 лет. Решение о создании творческой организации было принято 19 января 1943 года Советом народных комиссаров Коми АССР. Оргбюро возглавил тогда Валентин Поляков. Юбилей традиционно отмечают большой выставкой. Ее участники – активно работающие художники, от народных и заслуженных до молодых, которые вступили в Союз в последние годы. Большая часть произведений экспонируется впервые. Елена Красильникова продолжит. Столько художников нечасто встретишь даже в стенах Национальной галереи. Повод действительно особый. 80 лет региональной творческой организации. Из Ухты на торжество приехала целая делегация. И мы спешим взять интервью у Вячеслава Кислова. Он рассказывает, как Валентин Поляков, отец-основатель Союза художников Коми АССР, давал ему профессиональные советы. И такие беседы с коллегой, отмечает Вячеслав Николаевич, иногда значат больше, чем учебные занятия. Ну а юбилейные выставки – это всегда праздник. Недавно такую мысль очень оригинальную услышал, что художник исповедуется своими работами. Вот все, что он может, все, что он планировал, все, о чем он мечтал, все он вкладывает в эту работу. То есть раскрывает свою душу перед зрителем. Юбилейный проект объединил несколько экспозиционных пространств. Одно из них – художники в экстерьере, по названию живописной работы Вячеслава Кислова. Не шарш, а гротеск, делает ремарку автор. Это часть выставки о том, как мастера видят себя сами и друг друга. Второе пространство погружают в историю регионального отделения через документы и фотографии. А вот, собственно, отчетная экспозиция «80 на 80». 80 лет Союзу и 80 – Национальной галереи. Получается холст, который можно заполнить. Выставка получилась неким таким полотном. Полотном Союза художников очень разным. Где-то оно ветхое, где-то оно прекрасное, новое, где-то немножко поистерлось. Но в конце концов можно всегда им воспользоваться и всегда его доткать. Среди гостей – представители Секретариата Союза художников России из Москвы. Валерий Полотнов уже бывал в нашей республике. А Геннадий Проваторов только открывает ее для себя. Они долго ходят по залам Национальной галереи. Я предполагал, что должны быть хорошие работы. Потому что это же коллективный труд. Это эпоха десятилетий. Но такого количества добротных работ, высокого профессионализма я не ожидал. Пространство 80 на 80 включает живопись, графику, скульптуру, декоративное искусство и сценографию. Представляет опытных мастеров и молодых. Председатель регионального отделения Союза Фарук Барангулов в разговоре с нами замечает. Молодые художники работают куда интереснее, чем их ровесники в Москве и Питере. Наших молодых хвалят, потому что они современные. Мне тоже нравятся, что они вот такие современные. И, наверное, лучше так, чем какой-то нафталин. Еще больше работ молодых в новом экспозиционном пространстве Сыгдевкара в Доме художников. Они смешивают разные материалы и техники. Здесь царит эклектика и рождаются современные формы искусства. Выставку «Эссе» организаторы тоже посвятили 80-летию профессионального союза. В его рядах и куратор проекта Кристина Овсянкина. В интервью спрашиваем о наставниках, сотрудничестве и творческой атмосфере. Я, например, по соседству нахожусь с мастерской, с Юрием Николаевичем Филипповским. Мы, в принципе, очень часто общаемся, обмениваемся какими-то темами. Он мне дает профессиональные советы иногда. Иногда меня спрашивает. И, ну, в целом, контакт всегда есть. Конечно, в день юбилея звучит много поздравлений и пожеланий. Вручаются награды и подарки. От Министерства культуры и творческая организация получает сертификат на издание «Альманаха». Это будет первая в республике книга о прошлом и настоящем регионального отделения Союза художников России. Помните, как еще совсем недавно по всей России бушевала пандемия коронавируса? Иммунологи всего мира корпели над тем, чтобы изобрести спасительную вакцину, ну а заболевшие в ее ожидании лечились всеми возможными средствами. Да, время было, мягко говоря, непростое. Сегодня в медицинских учреждениях проходит регулярная вакцинация от коронавируса несколькими препаратами. Последний, «Конвасел», появился относительно недавно. И что интересно, он является универсальным. Что это значит и кому он показан, расскажет Татьяна Безуглая. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Ну вот я вот сказала уже, да, что вакцина является универсальной. И как же она работает, что ее отличает от остальных, что мы уже имеем? Есть принципиально новая вакцина на основе нуклеокапсида, который менее изменчив. Да, если у СБЛК было на некоторых этапах до 50 мутаций, здесь не более 4, поэтому она более стабильная. Да, она работает на все виды коронавируса, включая микрон, который очень быстро меняется. А вот эта новая вакцина, она однофазная или двухфазная? На сегодняшний день она является двухфазной, так же, как и предыдущий, спутник, да, и все предыдущие вакцины. Также с интервалом 21 день она делается в мышцу дельтовидную, в мышцу плеча, людям с 18 до 60 лет пока есть ограничения у нас. Но производители говорят о том, что есть клинические исследования, и с марта месяца она будет однофазной. И вот время ее действия в организме, она точно такое же? Учитывая то, что она универсальная. Да, все вакцины новые, но, тем не менее, производители пока, да, говорят о 11 месяцев защитной защиты. Это время, когда была зарегистрирована вакцина, когда уже используется вакцина, когда идут клинические исследования, наблюдения за пациентами. Татьяна Владимировна, ну вы привились, да, новой вакциной. Как вы себя чувствовали сразу после прививки, и как ваше самочувствие сейчас? Здесь у меня была просто укол, какая-то уколочная реакция. Я сделала днем в 11 часов дня вакцину, а к 6 вечера я уже занималась спортом, уже как бы функционировала своей обычной жизнью, и ничего мне не мешало. Еще одна очень важная информация – это то, что Республика Коми, именно инфекционная больница, ждет поступления уже препарата от коронавируса, называется он МИР-19, это лекарство. Расскажите подробнее о нем, что это? Принципиальное различие – это то, что, наверное, методика введения его. Это ингаляционный метод введения, когда препарат, противовирусный препарат, попадает в место воздействия вируса, да, на слизистую оболочку, ротоглотки, трахеи, бронфов, там, где вирус размножается. И нам нужно немедленно его ликвидировать, да. И единственная, конечно, особенность – это то, что необходимы специальные методы доставки. А это МЭШ-небулайзеры, новые, современные. Мы можем использовать этот препарат для пациентов, особенно тех, кому мы не можем применять препараты системного действия, такие как, особенно при тяжелом течении, инъекционные формы у пациентов с хронической почечной недостаточностью или с острой почечной недостаточностью, а при коронавирусе очень часто повреждаются почки. Действительно, очень хорошая новость, то, что такой препарат в скором времени у нас появится, и у многих людей, у которых раньше не было шанса излечиться, да, сразу, и быстро он у них появится. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за эту информацию. Удачи вам на работе. И, конечно, хочется пожелать всем нашим телезрителям здоровья. Сказки Туви Янса на муми-тролях знают и любят во всем мире. В 2020-м милым персонажем книг исполнилось аж 75 лет. К этой дате в гимназии искусств при главе Республики Коми поставили сказочное театральное представление «Тайна волшебного фонаря». К сожалению, или к счастью, презентовать зрителю историю удалось только в этом году. С юными артистами пообщалась Алена Туркина. Ух ты! Яхов, привет, ребята! Как много вас сегодня собралось! Аж глаза разбегаются! Спектакль «Тайна волшебного фонаря» начинается с разрушения четвертой стены. С Нусмумрик мило беседует с залом, а публика, в свою очередь, активно отвечает на вопросы героя. Этот прием по ходу сюжета еще не раз будет использован. В детском спектакле важно время от времени вовлекать зрителя в процесс. С этой задачей отлично справляются харизматичные артисты, ученики гимназии искусств. Они делятся, что самая главная сложность заключалась во времени, а точнее в его отсутствии. На все про все был всего месяц, но даже в эти сжатые сроки ребятам удалось погрузиться в своих персонажей. Роль Филифьонки достаточно трудна в психологическом плане, так как у Ду Янсен есть отдельная книга, отдельный том про Филифьонку. Она достаточно нервная натура, у нее все должно быть идеально, с иголочки взято. Прочни этот том при подготовке. Да. Чтобы понять глубже роль персонажа, пришлось вот прочитать. О приключениях мумитролей написано восемь романов, сборник рассказов, несколько книг и комиксов. Но в основе сюжета именно этого спектакля лежат две истории. Это вот маленькая повесть, которая называется «Елка», которая дала нам вот эту идею сюжета о том, что мумитроли проснулись посреди зимы, и как уходящие в спячку на зиму, они не знают, что такое Новый год. И вот эта вот идея. А вторая книга – это «Волшебная зима» или «Зима мумитролля». Мумитролля, где мумитролль переживает вот это вот общение с зимой. Он один, там крошка Мю, которая развлекается, ей нравится зима сразу. А мумитролль, он к ней постепенно привыкает, он учится в ней существовать и жить. И если зима для русского человека – явление вполне понятное, то вот некоторые моменты все-таки пришлось адаптировать под нашего зрителя. Вместо Рождества – Новый год, вместо кофе – чай с мятой. Особое внимание уделили массовым сценам. В спектакле задействованы больше 40 актеров – театралы и танцоры. Детки воспринимают, когда много. То есть, если это снежинки, то их должно быть не три, не четыре. Если это лесные жители, то это тоже должна быть какая-то масса. Это всегда красиво, тем более, что наши хореографы всегда делают какие-то такие красивые массовые вещи. И хочется это показать. Костюмов много мы сделали специально для того, чтобы это было как-то более массово, живо, населенная была сценка. Для ребят на сцене – это колоссальный опыт. Именно в живых спектаклях они учатся взаимодействовать со зрителем. С детьми работать легче. И детских персонажей играть – это некий такой веселый опыт, который помогает оставаться нам детьми. В концертном зале гимназии искусств этот спектакль показали шесть раз. По словам актерской труппы, бывало такое, что меняли сценарий и диалоги буквально перед показом. А все для того, чтобы сделать историю доступной каждому зрителю. Казалось бы, выпуск только начался, а мы уже на его экваторе. Когда имеешь дело с интересными историями, время идет незаметно. Прямо сейчас небольшой перерыв, после которого наше эфирное время продолжится. На ваших экранах студия «Одиннадцать» – программа, созданная специально для того, чтобы ежедневно скрашивать ваши будни. Вторая десятиминутка выпуска на подходе, и вот о чем она будет. Финальные километры. Чем завершилось грандиозное путешествие сыктывкарских квадроциклистов по русскому северу. День органов дознания. В профессиональный праздник поговорим о важности профессии. В конце минувшего года мы начали рассказывать вам про увлекательное путешествие сыктывкарского квадроклуба «Сусанин» по русскому северу. Покорители экстремальных маршрутов отправились по Вологодской области, Карелии и Мурманскому полуострову в поисках красивых локаций и, конечно же, острых ощущений. Своё путешествие по северной окраине нашей планеты квадроциклисты назвали «Русский север». На пути им уже встречались древние Петроглифы, могучие реки и цари арктических морей, могучие киты. И вот пришло время рассказать вам о финальной части маршрута длиною в несколько сотен километров. «Прощайте, скалистые горы». Эта песня в 1943 году была посвящена одному из самых ожесточенных периодов Великой Отечественной войны – боям на полуострове Рыбачий. Сюда, к Заполярию, немцы подошли в первые дни войны. Отстаивать арктическую зону было крайне важно, ведь с её берегов фашисты могли легко перехватывать поступавшие в СССР оружие и продовольствие. Советские солдаты храбро держали оборону Рыбачьего вплоть до 44-го, так и не впустив врага на территорию Родины. Сегодня полуостров Рыбачий – это живой памятник военных лет. Здесь, в местах боевой славы, квадроклуб «Сусанин» и завершает своё путешествие. Преодолев не один речной порог, свою первую остановку они делают рядом с окопами – защитными углублениями, из которых когда-то вели обстрелы советские войска. Берег изрыт траншеями. Видите, какой длины она. Воронки от попадания бомб. Вот здесь всё было, даже не заросло, но вот так, видите, выглядит. Здесь наверняка боец какой-то, если там туннеля нет. Под лучами июльского солнца пейзаж скалистой тундры сейчас напоминает уединённый уголок блаженства. Изредка нарушаемая криком чаек тишина, едва уловимый шум Баренцева моря. Даже не верится, что здесь когда-то бушевала война. Гряда таких станцевых камней – это и есть первая линия обороны. Там окопы, окопы, одни окопы. Частью военного укрепления на полуострове были шахты. Сегодня, поросшие травой и полевыми цветами, эти углубления едва можно заметить. Спуститься вниз квадроциклисты не осмелились, да и вряд ли смогли бы. Лестницы, ведущие вниз после войны, демонтировали. Впрочем, заглянуть внутрь военного объекта экстремалам всё же удалось. На относительно небольшой глубине на полуострове находится бункер, в котором наши солдаты хранили оружие. Вот здесь она подача и была. Здесь, получается, они отдыхали. Вот, видите, как происходил отдых. Кроме защитных сооружений, после войны на полуострове осталось ещё и оружие. Вот, например, пушка, которой наша армия наносила удары по вражеским позициям. Проехав чуть дальше, квадроциклисты оказались возле мемориала, павшим защитником Родины. Или героев, защищавших полуостров. Получается, сюда они зашли, а туда уже не пустили. Оставив позади памятники войны, квадродесант отправился дальше. Рассекая просторы северной природы, путешественники не прекращали восхищаться её бескрайней красотой. У нас огромная страна, и я даже раньше не представлял, что для того, чтобы до Мурманской области, она где-то вроде рядом, северо-запад, но чтобы добраться до неё, нужно ехать ровно столько же, сколько до Кавказа. Меня всегда впечатляет дорога и компания. В этот раз, конечно, Кольский полуостров произвёл на нас, ну, и неизгладимое, я думаю, впечатление. Особенность какая этого места на нашей прекрасной планете, да, это наличие сопок или гор, можно сказать, и вода, да. Вода, зажатая возвышенностями, и среди них ещё этих объектов идёт дорога. И это очень красиво и живописно. То есть ты, в принципе, въезжая в Кольский полуостров, уже рот не закрываешь. Получаешь истинное удовольствие от пейзажей, которые тебя окружают. Окончательно завершить маршрут группа решила поездкой на Хибины, крупнейший горный массив Кольского полуострова. На своих железных конях они покорили могучие вершины. Пожар – происшествие, которое совсем не подаётся контролю, отчего требует незамедлительного устранения. В борьбу с огнём вступают пожарные, однако немногие в курсе, что на месте происшествия работают не только огнеборцы. После того, как огонь потушен, в дело вступают дознаватели. Именно они и устанавливают причины возникновения ЧП. Эта профессия появилась в нашей стране 23 января 1928 года. И сегодня эти специалисты отмечают свой праздник. Подробнее о работе сотрудников органов дознания нам сегодня расскажет Олеся Матвеева. Олеся Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, расскажите о работе дознавателя в 2022 году. Что же входит в его обязанности? Да, в 2022 году дознавателями органов Государственного пожарного надзора рассмотрено более 2000 сообщений о преступлениях и иных происшествиях. По результатам рассмотрения более 300 материалов было передано по подследственности. Это органы полиции, следственные органы. Более 1400 материалов вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И возбуждено 22 уголовных дела. Мы занимаемся не только расследованием пожара, в общем-то, регистрируем все сообщения, которые поступают через 01. И, соответственно, дознаватель, выезжая на место, уже определяется, чья подследственность, и принимается процессуальное решение. Насколько принципиально вот как раз находить виновника пожаров? То есть, насколько важна эта работа? Основная задача дознавателя – это установить истинную причину пожара и, соответственно, установить виновное лицо. То есть, человека, который совершил противоправное деяние, совершил нарушение требований пожарной безопасности, в результате его действий вот происходят пожары. В 2022 году у нас из 22 уголовных дел по четырем материалам были составлены обвинительные акты. Соответственно, уже были судебные решения, лица, которые виновны в возникновении пожара, привлечены к уголовной ответственности. Также в 2022 году по уголовному делу, которое было возбуждено по факту лесного пожара, сейчас вот в начале января 2023 года состоялось судебное решение, и лицо виновное в возникновении пожара тоже привлечено к уголовной ответственности. Наверное, если я не ошибаюсь, конечно, это ведь не только поиск виновного, но это еще в дальнейшем оно способствует, наверное, выработке каких-то правил, чтобы в будущем подобные происшествия не происходили. Ну, одна из задач дознавателя, это в том числе профилактика преступлений. Так же, как и наша основная задача, как органы государственного пожарного надзора, это профилактика возникновения пожаров. То есть одно от другого, оно, в общем-то, неотъемлемо. Соответственно, если мы доводим до людей те требования, которые на сегодняшний день существуют в законодательстве Российской Федерации, и если человек, ну, соблюдает эти требования, как правило, пожар не возникает. В чем главные сложности работы дознавателя? Помимо опасности, конечно. Знаете, как бы это странно ни звучало, это доставка дознавателя к месту пожара. То есть специфика нашей республики такова, что у нас очень большие территории. И если взять, например, лесные пожары те же самые, то очень много пожаров происходит в авиазоне. Соответственно, дознаватель должен все равно попасть на место пожара, провести осмотр места происшествия. Ну, в данном случае, если мы не можем добраться дорогами, соответственно, мы добираемся либо при помощи вертолетов, лодками, ну и другими средствами. Хватает ли специалистов республики Коми вот вам на сегодня? Вакансии есть. Вакансий немного, но люди к нам приходят. Пытаются устроиться. К сожалению, очень многие не проходят по здоровью. И у нас существуют достаточно жесткие требования. То есть человек должен иметь высшеюридическое либо пожарно-техническое образование. Он должен иметь опыт работы. Ну и, соответственно, хотеть работать, потому что дознаватель занимается не только расследованием пожаров, он занимается и проведением контрольно-надзорных мероприятий. То есть являясь по статусу государственным инспектором по пожарному надзору. Ну, чаще, наверное, мужчины все-таки идут в эту профессию, раз она такая непростая. Да, в основном у нас мужской коллектив, но женщины у нас тоже дознавателями работают. Самые смелые. Спасибо большое за эту информацию. Интересно было узнать о такой необычной профессии. Немногие в курсе. И, конечно, хочется поздравить всех дознавателей Республики Коми, да и России в целом, с этим праздником, с их профессиональным праздником. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Академия юных талантов в Сыктывкаре стала местом проведения Олимпиады по редким языкам. Участники муниципальных этапов собрались, чтобы узнать, кто из них лучше владеет испанским, итальянским или китайским языком. Им предстояло пройти несколько конкурсных заданий. По результатам их выполнения они смогут поехать весной на заключительный этап в один из крупных городов России. Сегодня уже никто не спорит с тем, что знание любого иностранного языка – это лишняя возможность для поступления в желаемый вуз и солидный бонус для карьерного роста. Главное – определиться, какой язык выбрать. О популярности иностранных языков в нашей стране говорит статистика. Уверенное лидерство удерживает английский, на втором и третьем местах – немецкий и французский, соответственно. Замыкают пятерку – испанский и китайский. Популярность последнего постепенно растет. Некоторые дети не боятся трудностей. Им интересно, многие процессы в мире переводятся на китайский язык с участием граждан Китая и вообще китайских партнеров. Поэтому это, возможно, некоторые дети мы с этим перспективу, что в будущем это будет намного более популярно и более востребовано в плане профессии. Из-за того, что языки пока не столь популярны для изучения в нашей стране, участников в этой Олимпиаде было всего пятеро. Одна участница выполняла задания по итальянскому языку, двое по испанскому и двое по китайскому. В последнее время у нас очень много детей интересуются китайским языком, изучают язык онлайн. И у нас в Сыктывкаре уже несколько школ есть китайского языка. Председатель жюри говорит и о том, что уровень подготовки учащихся растет год от года, хотя и задания для Олимпиады тоже усложняются. Это подтверждает и десятиклассница Софья Гукова из Усинска. Она уже три года изучает испанский язык. Самым сложным был лексико-грамматический тест, потому что там часто встречаются слова, которые, допустим, используются только в Мексике. Вот. И, то есть, откуда я знаю, как в Мексике? В этом году было сложнее, чем в том. В том году много ребят получили призерство на заключительном этапе, и поэтому в этом году Олимпиаду усложнили. В планах Софьи побывать во всех испаноговорящих странах, чтобы познакомиться с их культурой и традициями поближе. Одно время она даже общалась с жителем Мексики. А вот юная скрипачка, одиннадцатиклассница из Сыктывкар Инессы Янаки, тяготеет к востоку. Ее привлекает Китай. Она мечтает прикоснуться к истории Поднебесной. Тура Китая и история довольно богатая и насыщенная, поэтому меня это увлекло, и вот до сих пор я его изучаю. Сейчас у меня более-менее разговорный уровень, я неплохо разговариваю, также, ну правда, над письмом мне приходится сейчас работать. Все-таки иероглифы, это, они не похожи на слова и буквы в европейских языках, поэтому стараюсь. В составе жюри уже третий раз участвует носитель языка и преподаватель китайского Джейн Бинь. Он живет в коме уже более пяти лет. Говорит, что, несмотря на всю сложность, выучить китайский язык все же реально. У нас китайский язык слишком сложно. У нас китайский язык писать сложно, но у нас грамматики нету. Грамматики мало, ну есть, но мало. Писать самое сложное. Если студенты, они хотят получить хорошую оценку, хороший результат, надо каждый день рисовать. Два слова. Одну – стараться. Второй – причины. Стараться и причины. Вы будете получить все, все вы хотите. Если вы сегодня учились, а завтра отходите, а завтра еще отходите, еще послезавтра учиться, это ничего не получится. Надо каждый день учиться 20 минут, каждый день учиться 20 минут. Впрочем, старание и желание, без сомнения, пригодится в изучении любого языка. Будем надеяться, что наши школьники хорошо проявили себя и смогут отстоять честь республики на заключительном весеннем всероссийском туре языковой олимпиады. Полчаса вашей кампании – всегда самое приятное время суток. И на сегодня оно, к сожалению, подошло к концу. Надеемся, что студия 11 максимально зарядила вас позитивом на весь оставшийся день. Ловите эфир нашего нового выпуска уже завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова